Ну а сейчас давайте вернёмся к теме, которая нас с вами заставила понервничать. Помните воскрешение? Группа организаторов лечит людей от психологических разных травм закапыванием в могилы. И сейчас мой коллега Саша Акишин проводит эксперимент в прямом эфире 20 минут назад. Мы видели, как его закопали два абсолютно хладнокровных, на мой взгляд, человека. Вот один из них сейчас уже на связи с нами, это мастер медитации цигуны йоги Константин Мухин, у него сейчас всё выясним. Константин, так вы это делали, у вас сердце даже не дрогнуло, я распереживалась. Нет-нет, каждый раз переживаешь за каждого человека и закапываешься мысленно вместе с ним каждый раз, потому что здесь идёт прямая связь. То есть переживаешь за каждый вдох, ощущаешь за каждый выдох, наблюдаешь всю картину от начала до конца. И такое ощущение, что закапываешься вместе с человеком. И не совсем это могилка, это просто ямка, потому что это духовная практика, это тренинг. И надо сказать, что Александр показывает достаточно хорошие результаты, потому что практика состоит из нескольких этапов. Первый – это успокоение, возможность справиться с собственным стрессом. А всегда это стресс, тем более первый раз. И это видно по дыханию. Когда дыхание успокаивается, человек погружается уже вглубь себя и начинается более глубокая работа. Да, сложно представить, чтобы какой-нибудь человек абсолютно адекватно, спокойно отреагировал. Первый раз вот его засыпали землёй, и он спокоен, и сразу же начал диалог с собой. Константин, расскажите, что было с Сашей после того, как вы его засыпали землёй? Мы как раз в этот момент отключились со зрителями. Сразу ли он спокойно дышал? Как он вообще ведёт себя все эти 20 минут, которые мы его не видели? Да-да, я ему сказал, как себя вести под землёй, куда обращать внимание, зачем следить. И сразу было видно, что пошла достаточно позитивная динамика. Он быстро справился с процессом, ну, по сравнению с другими участниками, которые каждый раз приходят на тренинг, на семинар. Целый день обычно, сутки мы готовим, подготавливаем людей к этому мероприятию. А у Александра было всего лишь, ну, пару часов. Поэтому хвалю-хвалю. На шатырь он купил перед тем, как поехать к вам на встречу, на съёмку. Это ему зачем? На всякий случай, по незнанию. Ну, мало ли что. Ну, как автомобильная аптечка в машине. Ну да, мало ли что. Как бы чего не вышло. Скажите, он сейчас нас слышит, Саша? Да, он нас слышит там. И поэтому обычно ведут себя гораздо очень тихо, чтобы не выбивать человека из нужного состояния. И его тоже слышно, когда он что-то будет говорить. Вот-вот, да, через трубочку там что-то он пытается нам сказать. Он слышит. Да, он уже давно слышу-слышу, говорит. Константин, скажите, пожалуйста, ему, что все зрители и Оксана очень за него переживают. И спросите, как у него дела. Я вас очень прошу. Вот сейчас прям. Саша, как у тебя дела? Тебя Оксана спрашивает. И все зрители за тебя... Все хорошо, он говорит. Вы слышите? Все хорошо. Все хорошо. Слушайте, прям как камень, камень с души. Но на самом деле, я думаю, что это еще такая хорошая психологическая тренировка сейчас для всей нашей редакции и для зрителей. Потому что, когда, Константин, вы это делали, у меня так сердце застучало. Я не помню, когда я так волновалась в последний раз. После вот этой процедуры, как что-то... Саша, изменится как-то? Ну, внутренне, я имею в виду. А, давайте мы у него спросим, когда выкопаем его. Ну, вы-то знаете ответ. Расскажите нам. А то, получается, просто так закопали. Нет, нет. У каждого свой эффект от практики. Бывают люди, что, знаете как, находят главный ответ в своей жизни. Иной раз вылезают из-под земли и наконец-то понимают, что им теперь нужно делать, куда податься, чем заняться. По-разному. Все зависит от того напряжения ментального, физического, с которым человек туда погружается и с которым пытается справиться. А встречали таких, кто даже на стадии обертывания в брезент сдавался? У нас нет таких случаев отказа на стадии обертывания. Ну, когда вот начинаешь закапывать, уже засыпать первый песок, начинаешь его засыпать. Да, такие случаи бывали, конечно. Ох, ну какие-то очень, скажу я вам, железные просто люди приходят к вам на тренинги. Константин, позаботьтесь, пожалуйста, о Саше. Я напомню, мой коллега Саша Акишин сейчас вот там вот рядом с Константином под землей. Если вдруг вы пропустили начало этого прямого включения. Это был мастер медитации цигуны йоги Константин Мухин.